В кабинете Мюллера, где тени сгустились, Штирлиц задумчиво на кресло присел. Герр Мюллер, сказал он, мне мысли открылись. О свободе подумать я вдруг захотел. Мюллер нахмурился, взгляд стал колючим. Штирлиц, вы в своем уме? Какая свобода? В рейхе порядок, вот что всех нас научит. Как жить надо правильно, чтить все законы. Но разве не странно? Штирлиц продолжил. Что люди не знают, что значит быть вольным, Как птица в неволе, что крылья сложила, Забыв, как летать в небесах беспокойных. Мюллер усмехнулся. Ох, Штирлиц, мечтатель, свобода лишь бремя для тех, кто не знает. Зачем им терзаться, искать, размышлять им? Мы думаем за них, так проще бывает. Но разве не в этом и есть наша слабость? Штирлиц ответил, глаза прищурив. Мы держим их в клетках, даем только малость. А сами боимся, вдруг мир переустует. Мюллер задумался, теребя подбородок. А что, если дать им немного свободы, Но только на час или день, для порядка? Посмотрим, что то будет, хоть для науки годно. Так начался опыт, нелепый, смешной. Узникам дали день вольности мнимой. Они растерялись, свободой такой, что делать не зная. Остались пассивны. Штирлиц смотрел, как бриллиане робко, Не веря, что можно идти куда хочешь. Вот видите, Мюллер, сказал он негромко, Неволя въедается в сердце и в очи. Мюллер кивнул. Да, пожалуй, вы правы. Но что с этим делать? Как их научить? Ведь дать им свободу, порушатся нравы. А в клетке держать, так и будут влочить. Штирлиц ответил, тут нет легких истин. Свобода, она как цветок в дикой чаще. Ее не взрастить за забором тернистым. Нужна ей пространство и свет настоящий. Они помолчали, глядя друг на друга. Два разных мира, две разных судьбы. Пожалуй, пора нам закончить науку, Сказал Мюллер тихо. Вернем все, как было. И все же тот опыт не прошел без следа, Хоть каждый остался при мнении прежним. Ведь тяжко дать волю тому, кто не ведал, Что значит быть вольным в мире безбрежном.